мы с одессы и какие вот происшествия были в одессе что вы услышали что видели мы с 5 утра проснулись услышали взрыв сильный включили новости и поняли что все и началось около 8 утра прозвучал взрыв и где-то в районе пол 11 мы решили с семьей с нашими друзьями что надо уезжать выехали мы в час дня и сегодня в 3 часа ночи только приехали мы слили 4 часа на границе на контроле была очень большая пробка мы доехали слава богу потому что другого выхода не было оставаться там тем более с детьми это все вчера было до вчера еще на лимане по объездной дороге тоже был взрыв знакомые звонили говорили чтобы вылетали окна осколки тоже были видели ракеты которые не видели ракеты мы видели истребители которые летали где-то было 6 чем-то а с кем приехали мы приехали я приехала с ребенком со своей мамой отец остался там с братом и все наши друзья мы приехали на четырех машинах нас 14 человек а почему остались отец и брат закончится за гранд паспорт мы звонили хотели чтобы как-то пропустили или можно было бы быстрее сделать в плане продлить документ сказали что нет и они захотели остаться вот здесь в чем приехали что взяли с собой мы взяли с собой документы самое главное первую очередь я взял для ребенка я-то знаете как взрослый человек что-то придумал на ребенка страшно и гигиенические там мыло зубная щетка вещи полотенце обувь какая-то на всякий случай плед зажигалки все в чем вы сейчас нуждаетесь в данный момент мы ищем жилье потому что с детьми здесь находиться как бы не ты не можешь объяснить такому возрасту что происходит они постоянно мы хотим домой я хочу купаться я хочу кушать и были знаете были бы мы сами без детей было бы легче мы готовы вчера были просто лечь даже в гостинице на полу потому что мы объездили все гостиницы которые находятся у вас в Кишиневе вообще все было забито и мы понимаем почему потому что люди уже 8 утра ехали сюда и уже была пробка пока в принципе вот все как бы есть спасибо вам большое потому что у нас другого выхода не было тепло нас приютили все дали мы позавтракали то есть нам сказали привезли телевизор сказали что все новости будут отслеживаться только по нему какая-то медицинская помощь и анализа мы тоже поможем в принципе все просто детей жалко а вот на границе что было как вас что на границе происходило на границе взяли паспорта проверили то есть все было хорошо быстро мы как-то прошли и спросили куда что с Украины мы я говорю да с Одессы и нас пропустили а вот общались с людьми которые еще остались в Одессе что они вам рассказывают сегодня мы сказали что пока все тихо но вчера была стрельба воинской воинской части на 4 станции Большого фонтана это район фонтана тоже были слышны взрывы где вы вот здесь мы пока живем в принципе все здесь необходимо очень тепло вот ребенок с котельским ребенком сегодня утром нам привезли чай печенье сейчас должны выдать сим-карты бесплатно что мы как-то поддерживаем связи с близкими телевизор нам привезли вся информация будет показываться в принципе все что надо горячий завтрак в принципе тут ну спасибо большое можно неожиданно да потому что вчера мы приехали полиция нас остановилась все о чем мы вам можем помочь может какие-то там куда-то заселиться и сказали что есть люди которые нам помогут в этом мы заселились а поспали тут тепло анализы можно сдать если кому-то плохо в принципе все 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 есть вода помощь я видела вчера что приезжал мужчина с ребенком около 3 часов ночи привезли вещи салфетки в принципе все что надо есть а сколько наличные вы взяли с собой сколько наличные вы взяли с собой на первое время у нас на карточке деньги и налички я даже не считал все что было я все забрала самое ценное самое дорогое в принципе так пока карточки не блокируют просто хорошо что с карточки можно расплатиться у меня родственники в Житомирской там бои его в руки идут сказали и в Киеве вчера звонили знакомые они сидели на чемоданах потому что у них дача под белорусской границей и папа позвонил у четвертого сказал что начались взрывы и он выезжает приехал он аж поздно вечером вот еле добрался а откуда вы приехали мы приехали с Одессы вчера в обед собрались и приехали там думали и решили в Кишинев только во сколько в Кишинево вы приехали? мы приехали ночью в 3-4 часа долго стояли на границе что там большая очередь сколько примерно на границе? ну часа 4 там мы были поланка там через поланку да а откуда вы знали что вот здесь в Мольдекспо можно приехать? именно здесь? да ну мы искали в начале гостиницы там ребята наши занимались этим а потом мы ехали по улице они остановились с полицейским вот и они дали телефон сказали что он не сказал что вчера было в Одессе? вчера была паника можно так сказать собирались на работу и в итоге все звонят что не выходить на работу потому что в связи с ситуацией в стране в ситуации в стране я включаю телевизор потому что с утра как бы не смотрела вот муж звонит что утром были слышны сильные взрывы а это работало по ВУ и сказали против беспилотников и выходим на улицу очереди в аптеки очереди в банкоматы очереди за продуктами некоторые торговые центры даже не открывались мы выстояли в банкомат вот приват задавал по три тысячи только на одну карточку приехали даже неожиданно все все на высшем уровне здесь что вам предоставили? нам предоставили сколько мест туалет шикарно личная гигиена вот утром сразу же мужчина слышу чай кофе но кофе правда нет печенья неважно нет ночи утром утром завтрак для детей потом горячий пожалуйста есть все телевизор поставлен нам на гости утром 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 кодицы кутилерии в студии декортии 24 грады пациентцы утром утром оборудов оборудов медицинской оборудов как вы говорите оборудов оборудов ориентирован уже информация мастер ориентирован оборудов и двое че охрана как отказь патт меньше 4 В моменте, что они будут 24-24, а может быть, что будет уничтожен. Сколько времени сейчас по-настоящему рефугия? Мы не можем сейчас сказать, что это дуракт. В основном, что рефугия, которые уничтожают в ночь, большинство отрабатывает, чтобы вылезать страны, чтобы вылезать. Мотивом, я вам задумал, они будут уверены, что они идут в страны. Мы начали принять службу на 2-ой ночи. Они были в машине, у них были в машине, у них были в машине централизации. На 2-ой ночи уничтожали, около 80-15 человек. На один момент, уже после 9-ой ночи, Многие граждане уже были сходят на Букуресть. Они были в путь, в том числе, где-то было открыто. А где они были продукты? Мескуицы, бомбои, где они были? Это был быт внефакеры, которые были в ночь, которые были в ночь и были внушли, Точнее, воно воно, 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 воно. То есть, воно, 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 воно. И как, надо же ото, да, руководство, воно. И как, надо. Во время, надо, кто-то воно, приведет кандидже, воно, где-то, воно. Воно, воно, воно. У нас есть контракт с фирмой. Катеринг, да? Да, с фирмой катеринг. И они, конечно, пригодятся для нас и адут пакет. У каждого человека.